В Татарстане 33 градуса жары. Жители региона уже забыли, что такое осадки. Республика Татарстан медленно превращается в пустыню. Особенно страдает сельское хозяйство. 3 июля на территории Республики Татарстан был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с почвенной засухой. Подписало распоряжение о введении режима Раиса Республики Татарстан Рустам Миниханов. Согласно документу, власти районов региона должны проинформировать жителей о введении режима ЧАЭС через средства массовой информации и определить состав рабочих групп и комиссий по ликвидации проблемы. Отметили важность обеспечения пожарной безопасности. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории 43 районов. Как заметил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Зебаров, дожди буквально обходят регион стороной, что и привело к засушливому периоду. В настоящее время вот эта засушливая погода связана с тем, что так распорядилась циркуляция. Дело в том, что в июне нас очень любили антициклоны. Они не пускали к нам циклоны, которые несли бы с собой фронты и осадки. В настоящее время все так же погода определяет барический гребень. Именно поэтому у нас малооблачная погода и существенных осадков как не наблюдалось в последний уже практически месяц, так и в обозримой перспективе существенных осадков не прогнозируется. Засушливые явления как почвенные, так и атмосферные фиксируются на всей территории Республики. А при норме 60 миллиметров осадков за июнь в регионе выпало в среднем 15 миллиметров. Причина засухи в блокирующем антициклоне. Подобная ситуация наблюдалась и ранее. В 2010 году засуха привела к небывалому неурожаю. Тогда власти были вынуждены закупать продовольствие. Сегодня эксперты рассчитывают хотя бы взрастить семена. Для сельского хозяйства сложились неблагоприятные условия в силу того, что июнь был холодный. Даже во второй декаде июня наблюдались заморозки. Это опасное агрометеорологическое явление. Для второй декады июня вообще очень редкое явление. При практически полном отсутствии осадков это дало отклик в такой неактивной вегетации. По словам экспертов, антициклон не пропускает на территорию республики циклон, который несет влагу с Атлантики. Он вынужден обходить республику либо с юга, либо с севера. Не исключено, что циклон с Атлантики сможет протискивать антициклон и в конце месяца ситуация изменится в лучшую сторону. Пройдут осадки. Засуха негативно влияет не только на урожай, а вернее на его отсутствие, но и на человека. Температурный фон, кроме того, в июле прогнозируется также аномально высоким. Как ближайшая декада прогнозируется с температурной аномалией примерно в 2 градуса выше климатической нормы, так и в целом месяц по долгосрочному прогнозу прогнозируется на 1 градус выше климатической нормы. Отметим, что при резкой смене погоды с продолжительной засухи на проливные дожди регион также попадет в плачевную ситуацию. Осадки и влажность будут усложнять фермерам работу по сбору урожая. Что будет с почвой пока остается неизвестным. Сможет ли атлантический циклон добраться до нашего региона покажет время.